Всем привет! У микрофона странник, а это халява от Эпик Геймс. И на этой неделе нам отдают странный проект под названием Крис Тейлз. И не забывайте, у нас всего неделя, чтобы решить, забирать ее или нет. Ссылка на раздачу как всегда в описании. Крис Тейлз. Игра в жанре G-RPG. Японская ролевая игра. Как следует из названия, жанр исключительно азиатский. Что, впрочем, не мешает другим время от времени пытаться подняться с японцами на их же территории. Так же подумали и колумбийские разработчики. В основе Крис Тейлз лежат путешествия во времени. Причем главная героиня, Крис Белл, чуть ли не в первую же минуту получает возможность одновременно видеть прошлое, настоящее и будущее. Пособность девушки интересно обыгрывается визуально, благодаря делению экрана на три части. Слева то, что было, справа то, что будет, ну а в центре, соответственно, происходящее сейчас. Внешний вид городов и жителей, соответственно, меняется в зависимости от того, с какой стороны смотреть на них. Бежишь такой по улице, а перед глазами проносится буквально вся жизнь человека. Вот он был ребенком, теперь уже взрослый, а через пару секунд за твоей спиной стоит старик, опирающийся на палочку. Сюжет игры начинается с того, что девочка из приюта, Крис Белл, каким-то образом научилась управлять временем. Она может одновременно видеть настоящее, прошлое и будущее. И вот в будущем Крис Белл увидела, что с ее родным городом, да и не только с ним, случится беда, а виновата в этом императрица времени. Она собирает силы, чтобы начать войну, способна уничтожить и Кристалис, родину магов времени и остальные части королевства в этом регионе. Делать нечего, нужно как-то спасать мир, но сначала придется пробудить все скрытые силы девочки. Для этого придется посещать соборы в разных регионах мира и прикасаться к старым витражам, с которыми у Крис Белл налаживается внутренняя связь. Вместе с ней в путешествие отправляется говорящая лягушка в цилиндре по имени Матиас, юноша с мечом Кристалис и мудрый маг времени по имени Вильгельм. Разношерстная компания, как водится, путешествует по карте мира, сражается, общается, выполняет квесты и приходит на помощь обездоленным. То спасет мальчишку, которого унесло водой, то выяснит, где в канализайце сгинул другой сорванец, то собирает и относит святы к памятнику павшим. А потом еще нужно решить, кто, например, вместо тирана будет управлять городом. Его разбирающаяся в финансах бывшая жена, которая хоть и поздно, но прозрелая. Или ярый революционер и защитник всех простых граждан, который всегда был против власти. Мы определяем судьбу многих регионов, и наше решение сказывается на них в будущем. Ну, в том плане, что есть разные концовки. В целом, все традиционно для GRPG. Используется пошаговая механика, где соперники стоят друг напротив друга и ходят по очереди. Можно атаковать, применять умения, предметы или заклинания. Уходить в защиту или пытаться сбежать. Новые умения разучиваются автоматически, по мере прокачки персонажа. Все хвалят рисовку, но, если честно, как-то в глаза хребит. Не скажу, что оно ужасно, но мне как-то не зашла. А еще постоянно было чувство, что я играю в мобильную игру только на компе. Поначалу было прикольно. Бои прям часто, какой-то постоянный кшони. Еще необычная механика с кристаллом времени. Слева можно отправить монстров в прошлое и сделать их детьми. Много хп, но мало урона. Также это можно использовать, чтобы скидывать с противников положительные эффекты. Справа же, наоборот, можно отправить всех в будущее и сделать дряблыми. У противника будет мало хп, но больше атаки. Можно, например, травить противника, а затем разом использовать весь яд. С помощью кристалла времени. Звучит прикольно, но прикольно только первый час игры. Сектора с битвой появляются рандомно. То есть, ты не знаешь, есть там кто-то или нет. Игра захотела, тебе сгенерировало. И ты никак не можешь зайти к противнику, чтобы выбрать, с какой стороны он будет находиться. То есть, тактики никакой. Да и если вначале ты пытаешься использовать кристаллы времени, то потом все сводится к простому затыки у него атакой. И если сначала было классно, много боев, уровни поднимаются, то потом это прям утомляет. А если не повезет как мне, то может быть прям каждый миллиметр новая битва. Также многие из верхнего интернета хвалят якобы прорисовку в трех временах. Художникам пришлось отрисовать одну и ту же локацию в разном времени. И якобы-то прям вау, как круто. Серьезно? Одну и ту же локацию нарисовать в разных стилях? Да это сейчас, не знаю, можно фильтрами сделать. Намного сложнее нарисовать и придумать разные локации. В общем, этот момент я не очень оценил. Особенно сильно это начало раздражать, когда начал ходить по побочным квестам. Даже не ходить, а ползать. Так как бега у героев нету, и они неспешно прогуливаются. Туда, сюда, под ним и тем же локациям, иногда в разном времени. Еще момент может быть конечно не до конца разобрался, но карта глобально тут пустая. И в один из моментов, когда я вам выдаду своего дракона и вы можете сами летать куда угодно, я не понял для чего. Обычно тебе когда дают что-то подобное, ты можешь забраться в ранее недоступное тебе место и получить ништяк. Тут же я такого вообще не нашел. Если все-таки я пропустил и кто-то знает, буду рад, если поделитесь в комментариях. В целом, мне понравился только первый час игры, а после уже как-то очень уныло и медленно. Слишком затянуто, постоянно вот эти битвы, которые нельзя скипнуть. Игра проходится в среднем за 25 часов, что крайне много для такого геймплея. А, да, кстати, там есть еще атака и парирование, и все происходит на одну кнопку. И нужно просто угадывать тайминг. Угадали во время атаки, нанесли два раза урон. Угадали во время блокирования, часть урона заблокировали. Скучно. В общем, пока халява, советую посмотреть только самое начало. Полностью проходить, если только вас затянет геймплей. Но там уже сами посмотрите. А на этом у меня все. Надеюсь, мой обзор был вам полезен. Большое спасибо вам за просмотр. Буду рад вашим комментариям. А также не забывайте подписываться на канал. Я там начал проходить GTA 5 RP. Получается очень интересная история. Заходите, посмотрите обязательно. Желаю вам удачи, хорошего настроения и пока-пока.